привет друзья у нас очередное видео на канале капитан герман и я хочу сделать такой небольшой выпуск посвященный бытовухе уделить особое внимание жизни на лодке покупки продуктов ценам как это все происходит ну и вообще чем занят день поэтому мы сделаем такой формат один день на лодке но с упором на бытовуху ну что умываться ну конечно же некоторые моменты я вам показывать не буду сегодня был один из тех немногих дней когда ночью не наливает дождем обычно здесь среди ночи подливает поэтому если есть желание постирать белье то на ночью увешивать не нужно потому что с утра вы получите точно такое же мокрое как и стиральной машинке ну вот в таком формате жизни на воде есть огромное количество плюсов например то что можно с утрица выйти взять чашечку кофе посидеть посмотреть на вот вот на вот это все и начать день без суеты тогда есть шанс что ваш день будет эффективный и продуктивный мне кстати часто говорят серёжа ты уже наверное в панаме прирост к сожалению так оно и есть потому что идти некуда например сейчас ситуация такая что для того чтобы выйти из панамы вам нужно иметь подтверждение на вход в другой стране давайте сейчас возьмем посмотрим на карту что здесь есть вокруг берем север от панамы по атлантической стороне коста-рика лимон ужасное место вообще жуть туда нечего вообще идти и собственно все а дальше там какие-то села никарагуа ну в общем здесь идти некуда можно в целом перейти на тихоокеанскую сторону скажем так максимальная точка куда отсюда можно пойти это наверное коста-рика с галфита но она на самом деле от вот этого вот ничем не отличается только даже наверное хуже потому что деревенька маленькая и это вот наверное если мы перешли в фортабелло у нас когда-то выпуск был то она бы выглядела наверное приблизительно то есть такое село в середине ничего с не очень развитой инфраструктурой и не надо забывать что тихоокеанская сторона пустынная то есть если здесь на атлантической стороне скажем где мы стоим в панаме зелено птички обезьянки там будет просто такая полу выжженная земля и делать там особенно нечего поэтому мы стоим и ждем пока в тихом океане откроются какие-то острова потому что сейчас там все закрыто и до тех пор пока к вид не внесет планы и не начнут открывать острова мы будем вынуждены стоять здесь единственное что мы может быть сходим в бокс дель тору то есть тут недалеко там 150 миль сутки переход может быть мы сделаем но чуть чуть попозже потому что сейчас я разобрал лодку собр разобрал всю электронику и отправил ее ростику в германию на ревизию об этом выпуск естественно будет но пока мы сидим и просто ждем ну а сейчас вот прямо после кофе я обычно сажусь и начинаю разбирать комментарии там на них на всех отвечать это у меня ежедневный ритуал как вы понимаете вы видите я практически стараюсь отвечать на все сообщения но иногда бывает что я могу это делать не каждый день но обычно я выделяю специально там полчаса 40 минут каждый день на то чтобы поотвечать на все что пишут иногда больше о забыл сказать мы сегодня будем стираться и здесь со стиралками есть очень важный момент это связано с электричеством 220 вольт что запихиваем всякий шмот в стиралку все на час запускаешь он тут показывает что это занимает час отжим температурку ну и старт кнопочку все здесь как бы как обычно ничего не отличается за один цикл стиралка расходуют где-то от 20 смотря сколько в ней загружена там до 40 литров иногда даже 50 если большой длительный цикл поэтому нужно проверять чтобы вода была и до того как я запускаю стиралку я обычно включаю воду набираю полный бак с электричеством я сейчас вам историю расскажу тут есть очень важный момент так ну и для стирки открываем естественно воду а теперь смотрите внутрь фильтра видите какой он зеленый это на самом деле произошло буквально за пару дней то есть тут за счет того что на солнце стоит с одной стороны он белее с этой стороны он вообще зеленый но внутренняя поверхность там нормальная его разбирал и туда внутрь ничего вот этого вот не проникает но к сожалению нужно может быть сделать какой-то чехол на него потому что я видел люди надевают чехол на фильтры именно для того чтобы он не цвел но это вот прикол жаркого климата когда фильтры внутри цветут и ничего с этим сделать нельзя смотрите здесь стоит обычная розетка на 32 ампера синяя европейская и 220 вольт естественно но хочу напомнить что в этом регионе розетки все вот такие это розетка на 110 вольт американская желтая розетка мама под 32 ампера европейская а вот эта желтенькая это американский стандарт на 110 вольт очень часто в маринах вот это 110 вольтовая используется когда марины идут под американский стандарт под 110 вольт напоминаю что панама это 110 вольтовой регион такой как америка только только если в америке вы сможете использовать только 110 в панаме делают проще они берут две фазы и делают из двух фаз по 110 одну фазу 220 то есть для всего оборудования на лодке это проблемы не составляет но есть оборудование которое так не работает например в стиральных машинках моторы слива это без коллекторные моторчики и им нужна определенная правильная чистота в америке 110 вольт 60 герц европейский стандарт 220 вольт 50 герц в итоге получается 220 вольт 60 герц и некоторое оборудование за счет чистоты не работает большинство оборудования вообще по барабану поэтому учтите момент что если вы на 220 вольтовой лодке приходите в американский регион будьте готовы что вам нужен будет инвертор либо генератор для того чтобы стираться я стираюсь под генератором эти вот прищепки нормально и мы их покупали в таиланде а вот прищепки которые мы купили здесь вот эти их немножко по времени они пожили его два-три раза вывешиваешь и смотрите вот эти вот все штучки обламываются потому что они разрушаются от ультрафиолета чем вот просто его так берешь так раз и она отламывается она вообще уже становится хрупкая поэтому вот так солнце влияет вот такой у нас бомжатничек вы кстати знаете что во многих маринах запрещено так белье сушить то есть если это марина какая-то красивая например там центре кан или еще где-то то вот такое вот просто не разрешают понятное дело почему запрещают увешивать это все барахло на леера смотрите как лодка выглядит со стороны смотрите я хочу сейчас помыть лодку но хотел вам показать одну штуку вот увидите на столе пакета сейчас готовлю всякую химию для уборки и вот он несколько дней полежал ну наверное не совсем несколько дней неделю вряд ли больше полежал на солнце смотрите то есть солнце разрушает все просто полностью в труху то есть это прямо ну вот его можно вас этими лоску точками нарвать прямо вот видите это просто пакетик полежал причем не на прямом солнце он лежал под спрей худом закрытый и с пластиком спрей худи который в принципе стойкий к ультрафиолету то есть он его не пропускает понимаете да выглядит как будто сегодня нужно сходить за продуктами четыре баночки пива есть на утро как раз так готовим пак чой по-китайский йоу цай а пак чой это вообще на гонконг хуа он пишется как бак чой оттуда и пошла собственная информация у нас правда блин засох вот это вот ужасная история но так как еда вся закончилась и сегодня она приедет в 12 поэтому пока будет завтрак из того что осталось в холодильнике мне вообще готовить на кокосовом масле очень нравится потому что оно не так чтобы прямо кокосами пахнет такой легкий легкий запах кокоса есть тут есть 2 форточки вот когда их открываешь вот эту и вот эту вместе то как раз идет нормальное проветривание над плитой они хорошо сделали вентиляцию в лодке и прямо дым улетает вообще не остается а я забыл момент я хотел сварить яйцо вот так вместе с сосисками по-мужски она и будет ну а чтобы эта вся штука была вкусная нам нужен соевый соус вот пришел тот прекрасный момент завтрака итак пробуем это реально вкусно я так понимаю что сейчас у вас вопрос а где же дина давайте сделаем такой хэштег а где же как раньше я же говорил что я острою люблю ну так нервы щекочет ну чё экологи жду мудатских ваших комментов шкарлу покопить с которой нельзя воды выбрасывать всем ну и вот смотрите сейчас у нас уже половина первого дня что я успел встать проснуться выпить кофе разобрать комменты приготовить завтрак может быть чуть-чуть поработать там буквально ну буквально совсем немного и все и уже половина дня прошло здесь 6 часов темнеет всегда сейчас по времени уже час дня то есть осталось пять часов и все день закончен и сейчас приехал сюда в марину карлос который продает продукты вы холодец видели вообще без еды вот и я планирую сейчас сходить карлосу купить продуктов чтобы хотя бы что-то было я намного не покупаю там на 12 дня потому что он приезжает каждый день и все время свежая нет смысла запасаться надолго лучше взять там всего свеженького а мы сейчас ходим но я вам просто покажу те продукты которые сюда приезжают и сколько это стоит ну что маленький такие перерывчик я себе сделал чашечку кофе допиваю идем карлосу который кстати себя называют чарли почему-то карлосу кажется что чарли это круто на американский манер такой ковбойский продуктовик но карлос мне кажется звучит вполне прилично я бы не менял свое имя на какое-то другое я за продуктами стараюсь ходить с пакетиком многоразовым ну просто чтобы пакеты полиэтиленовые не использовать у нас тут новый прикол заставили всех ходить в масках по марине приехали прямо такие специально обученные люди человек 15 в таких со звездами с размером с мои очки на погонах прошли каждому и сказали что нужно носить вот это вот все здесь нету правил касательно масок таких ну медицинских или медицинских просто закрываешься и все никто по этому поводу не париться но тем не менее здесь в марине нельзя сказать что это строго соблюдают но просят одевать теперь максимально часто чарли который продает продукты он приезжает сюда каждый день в 12 часов как раз в пик дня и иногда привозит мне кучу всякого прикольного секс ну что давайте знакомиться с чарли оля чарли китай все равно я quiero видео я хочу пара тода сками дам лапа 75 центов la libra, 75 лbs, 75 centavos, mandarinas, mandarinas son 2 por 1 доллар, ok, sandía 2 dólares, para 1 libra, todo, а, enter, 75 centavos la libra, tenemos melón, de este grande a 250 dólares, piña 2 dólares, para 1 o para libra, para 1, 2 dólares, ok, limones 5 para 1 dólar, manzanas rojas 3 para 1 dólar, porque este no local, este, que país? es importado, a veces viene de Chile o de Perú, ajá, ok, porque, pero, dice que es chile, chile, aquí dice chile, este no posible comprar este aquí local en Panamá? no, no se puede cosechar, el clima, este mucho, mucho, mucho color, la pera también es chile, las uvas también son de chile, tenemos zanahorias aquí también, sí, pero este es muy grande, ok, cuánto es? 1.25 la libra, ajá, ok, zanahorias, ahora, pimientos, 1.25 la libra también, tomates, grande, 1.25 la libra, y el pequeño, 1 dólar la libra, tiene cebolla roja, 1.50 la libra y cebolla blanca también, ajá, está igualmente, ajá, en todo el momento, esta es más cara siempre, pero ahora, sí, normalmente, normalmente este rojo, sí, sí, wow, cuánto es? este es eneldo, este vale 3.50, full, full, ajá, puede vender 1 dólar, 2 dólares, ok, este full vale 2, para qué es esto? culantro, culantro, este para frito, para qué? para condimentar, para ceviche, ah, ok, es como cilantro, el culantro y el cilantro, es más o menos cejillo, no? similar, sí, similar bastante, menta, para hacer mojito, cubano, 1 dólar, para todos, bolsa, albahaca, 1.50, pencil, y este es romero, ah, rosmarino, ajá, ajá, 1.50 romero, sí, bueno, tiene espinaca, 1 dólar, aguacates, 2 dólar la libra, 2 dólar 1, cada uno, ah, ok, muy caro, sí, sí, y son nacionales, ya, pero ya están vendiendo los caros, 1 dólar la libra, passion fruit, maracuyá, sí, sí, maracuyá, sí, no listo, no listo, no listo, rusmarino, dos dólares, maricón, $2 dólar la libra, 2 dólar la libra, miel, cuánto es? miel, esa miel es muy original, sí, sí, но на самом деле продукты достаточно дорогие нельзя сказать что они дешевые но очень качественные потому что он привозит импортные а на местных рынках они продают только местное ну вот сейчас мы подойдем к корзинкам где местная и тоже с ценами будет понятно бананы кстати абсолютно спелые просто они их надо будет съесть прямо здесь и прямо сейчас чарли канты с истеба на нас на балет 50 центов для 75 окей плата на плата на это пара фрита как по таком да какие наркозы клец и гризборк и и на норанга и cк с органикой 5 чистой а Это кимико. Аааа, окей. Это, для покупки, добавляют вещи для того, чтобы дурить и для цвета более красиво. Да, да. Многие люди хотят купить это для того, чтобы этот цвет лучше. Да, да. Но это приводит к человеку. Ааа. Потому что, с продуктами натуральными, кимиками натуральными, они делают это. На бананах тоже. Эта бананах, для того, чтобы добавить белое, добавляют карбуро. Ааа. Это кимико натураль, который делает очень красиво. Да, да. На бананах от деревьев, когда ты видишь на бананах оригинал, она никогда не добавляет белое. Она добавляет меньше. Она добавляет белое. Но она уже много, но оно не так. Это же происходит с этим. Но такой, чаще больше. Эта, это нормально? Эта, это можно больше. Это больше натуральными. Мас натуральными, да. Мас натуральными. Около натуральными. Сколько? Исarla 7,1 доллар. Ааа, окей. Национально. И эта, эта, это она cooperationа. Да, да. Наранга на 1 доллар. Да, это совершенно diferente. 1 доллар. Ааа, для 1 доллар. А, для 1 доллар. Но, с карбурой с 2,1 долларом. Ааа, для этого, это 3,1 доллара. Для этого, это 2,1 доллара. Что это здесь? Это писка или... нет, мясо. У меня мясо, ломо, ваку, немного пуэрка. Сколько это? Пуэрка стоит 4 литров. Да, мясо стоит 5 литров. И у меня есть специальный филе для 6 литров. Филе милой. Да, это филе очень хорошо. Мне нравится очень, но я у меня... И поя, 1.50 литров. Ага, это 1.5 литров. Для тебя? Нет, нет, нет. Но литров стоит 1.50 литров. Здесь у нас литров. А сколько? 2.50 литров. У меня уже все лимпы. Это означает, что все лимпы. Это лимпы. Это лимпы. 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 Ого. Лимпы. 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 Это лимпы. Это лимпы. ну есть еще одна задача которую я сегодня буду реализовывать у меня закончился кэш и нужно ехать в портабелло это 20 километров отсюда и ехать в банкомат и снимать бабло других вариантов здесь нет платить можно только в ларьке на заправке там пиво купить или что-то еще все никаких вариантов больше нету поэтому надо съездить в портабелло и снять денег неудобно но целеве естественно как обычно не в тему на телефоне закончился интернет и здесь это происходит вот таким вот образом вы покупаете карточку здесь 4 оператора стоимость практически у всех одинаковая безлимитный интернет 5 долларов в неделю то есть 20 баксов за хорошую скорость единственный минус нельзя раздавать и это реально блин головная боль и у некоторых операторов там нужно активировать каждый пакет после того как пополнился для тех кто не знает испанского это может быть достаточно tricky задача у меня этой проблемы естественно нету но тем не менее я пользуюсь тига здесь он один из нормальных операторов есть еще вот диджи сел из таких прямо популярных но тига лучше и ты его просто пополняешь с карточки и у тебя все автоматически появляется вы можете посмотреть этот пин-код кстати мне тут говорят что нельзя карточки показывать вот смотрите видите тут все очень просто звездочка 312 а потом вот это вот весь длинный длинный список номеров бен вини до а тига туры карга дэсин кобальбос то есть пятерочку мы пополнили и сейчас на телефон начинает приходить огромное количество смс-ок которые говорят о том что у вас пакет обновлен и целую неделю вы сможете пользоваться дальше по моему есть какой-то оператор у кого две недели но обычно все недельные это реально блин задалбывает пополнять не забывать эти карточки купить а с интернета вечно что-то не проходит то ошибки то еще что-то короче с карточками самая нормальная тема и простая у меня сегодня была идея я хотел помыть лодку и заодно тузик который я вытащил на саму палубу его помыть потому что он уже зацвел но так как одному его таскать там на пирсы с пирса тяжело придется его мыть прямо на палубе и естественно потом и помыть заодно палубу проблемы хранения тузика на палубе во первых тузик вынимается всегда броши из воды вот это вот все придется сейчас отмывать но это еще не проблема если его открыть чтобы в нем не накапливалась вода посмотрите сколько из него выливается песка этот песок потом лежит на палубе ну на пластике еще ладно если он на тике то тик от этого портится короче полная какаха часто все надо смывать и заодно потом отмыть винт у меня есть крутая химия я вам покажу это вот пример того как на палубе остается песок это все конечно вымоется но если это так оставить то тику быстро придет капец вот это минус хранения тузика на палубе а если его хранить на воде он к сожалению обрастает настолько сильно что ничего с этим сделать нельзя прямо волосы висят у меня есть он этим лучше не дышать ну и вот в итоге вот такая вот штука получается видите как смывается прикольно тут надо еще будет замазать борта вот такие получаются можно взять щеточку которая уже облезла вот шампунь это концентрат его много не надо здесь будет много пены в любом случае да да это сливается прямо в море так не должно быть а в супермаркеты с пакетиками ходите со своими или покупаете на кассе понятно со своими все ходят до а мусор сортируете а у вас не сортируют а всего в европе чуть-чуть сортируют да у вас нет понятно я специально вас подкалываю потому что в яхтинге все шампуни и biodegradable то есть они для экологии совершенно не вредные они все растворяются в воде никаких проблем с этим нету влияние яхтсменов на экологию ноль целых ноль десятых и еще может быть 60 и впереди а влияние основных людей которые живут в урбане катастрофа просто поэтому здесь нужно думать о другом может переехать распределить нагрузку на этой планете нет идея же другая да все вокруг виноваты а я нет для меня все сделали а если не сделали меня это не волнует короче я вас подкалываю даже грета и это на лодке переходила лодка это не зло нету большого желания делать полную процедуру мытья я просто этим же шампунем по мою я не буду вымывать здесь спереди дегризором я просто на мою шампунем и этого достаточно потому что это не то место где я сейчас провожу больше всего времени мы развернуты видите bow in ходят люди я люблю больше стоять он stern out в кокпите там лучше а здесь просто я его мою чтобы не было грязи чтобы до втикни долбливалась просто было чистенько но вот прямо супер там розовенький тик не надо я это сделаю в как пить его щетка должна быть мягкая потому что жесткой щеткой портится тик а мягкой щеткой я его просто аккуратненько мою минимальная там есть дегризор он убирает кстати момент по поводу количества шампуня увидели сколько его ну там не знаю 50 грамм максимум на ведро а это все сливается за мойку еще 500 литрами воды потому что я по счетчику смотрю сколько воды уходит за мойку еще 500 литров представьте себе даже если бы это была самая ядовитая химия из всех ядовитых химии в этом мире какое ее количество растворяется в каком проценте это вообще ничего а если ее взять еще на количество воды которые вокруг не заморачивайтесь по этому вопросу это вся индустрия стандартизирована и на экологию она не влияет даже если все лодки будут мыть одновременно ее не попадает столько в воду намного хуже это фосфатные шампуни которые начинают действовать так что разрастаются водоросли поэтому при возможности лучше покупайте без фосфатные шампуни это то чем мы действительно пользуемся и стараемся покупать также и bio degradable стиральные порошки потому что мне кажется что это да на этом нужно думать во всяком случае это неплохо а та химия которая тоже bio degradable но даже если нет попадает в море не партись и 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 ну что думаете помыл лодку и все можно сесть выдохнуть выпить пиво а нет помните я договорился съездить в портабелло банкомат и вот я сейчас лодку прямо вот блин при вас закрываю и в портабелло так как у меня нету ни малейшего желания туда ехать а ехать надо я решил себе взять у на бальбо и как вы понимаете бегать я сегодня уже не буду и спортом заниматься я сегодня уже конечно же не буду потому что хватит упражнений тех что были у меня на лодке сегодня хотя у меня были большие планы если бы не поехал в портабелло возможно все бы было по другому но ну что давайте в этом выпуске сделаем небольшое лирическое отступление я вам напомню что вам нужно подписаться на канал потому что я начал делать розыгрыш призов я заметил что большинство людей которые что-то пишут и активно участвуют в обсуждениях на канал не подписаны я прямо негодую ролики интервью с эриком баухаусом и panama cruising guide у нас был конкурс и вот у нас есть победитель внимание и в этом конкурсе победил у нас алексей майоров с комментарием мое желание посетить панаму и sunblast в частности еще больше усилилась в виде этого счастливого человека вопрос кто привил ему такую тягу к разработке экспериментом и научному подходу во всех его делах и второе что делает его таким счастливым естественно интервью с эриком мы еще возьмем я ему задам все вопросы которые под этим видео были дружи свяжись со мной любым способом все контакты есть в шапке канала телеграм фейсбук инстаграм как угодно и книжечка уедет к тебе поздравляю а мы идем дальше и я продолжаю вам рассказывать о дне на лодке тут снимается бабло банкомат а машинка здесь самая обычная ничего здесь уникального нету выбираешь ингресс ну и короче дальше уже снимается как обычно здесь снимать бабло можно только по 250 баксов и комиссия за снятие 525 рич бич и банкомат здесь находится в полицейском участке здесь был когда-то банкомат еще в порта белла мы куда сейчас приедем покупать еду и вот там этот банкомат увезли из стены автомобилем зацепили его дернули и уехали вместе с банкоматом такая вот у них здесь печальная история пола на бена так а что мне надо мне надо купить себе пиво пиво борьба возьму-ка себе кахету д корона вот литровый ром стоит 985 1 из 75 литра 2250 винишко в пакетиках короче все я уже все купил что мне надо мне на самом деле не надо ничего ну все продукты куплены я заплатил 23 доллара но это как бы такое это было необязательно главное было снять денег в банкомате для местных покупок я на самом деле сейчас трачу совсем немного поэтому ну просто не должны быть хоть чуть-чуть на закате ну что друзья салют динейро и амур как говорят в испании здесь наверное так ну и за одно я решил заказать пиццу потому что сейчас у меня сделают пиццу самую вкусную самую классную ехать! мы не хотим сегодня! я хочу пицца! да! пицца ты хочешь? хорошая! что такое? или лучше? лучше! я хочу лучше! немного! что ты хочешь? я очень сонсаливаюсь с камеры но 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 и так и и не тест его окей диме гудла я я в эрис пайси куды он и медиа и медиа окей папара парами мучу халапе не ну вот барчик у нас концу на сегодняшний день и подошел осталось только взять и вещи и сложить его в холодильник а потом сесть и немножечко поработать вот медина что прислала и кстати помонтировать сегодняшнее видео которое вот прямо отсняли прямо свежак через несколько дней мы его запустим в эфир поэтому я вам еще сейчас покажу как это все монтируется ночной офис работать можно как раз прекрасное время когда никто не трогает привести все дела в порядок салют здесь кстати корона там по 70 центов наверное недорогое общем пиво хотя местная борьба вот это красная в баночках еще дешевле она стоит 450 за 6 а тут у нас монтажа для видео сначала нужно видео перегнать для этого мы сделаем новый проект тут на самом деле все просто вот так вот просто берут файлы и накидываются сюда на таймлайн и вот так один потом второй и в этом месте будет состыковочка вот так собираются все ролики а потом спецэффектики а потом звучки и и прочее прочее вот так вот это все и происходит ну что у нас по времени уже девять часов так как здесь встают все в шесть утра и в принципе в шесть вечера темнеет то девять и десять это уже такое такое время когда в основном все идут и ложатся спать и я между прочим не исключение то есть я стараюсь после десяти не ложится и вот наверное время тем более компьютер будет до утра занят я буду импортировать файлики которые сегодня наснимал поэтому наверное монтировать все-таки сегодня уже не буду ну что друзья подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки пишите комменты ну вы в общем в курсе все до встречи на следующей неделе пока